Военная фаза армяно-азербайджанского конфликта позади и сегодня Баку сосредоточен на установлении мира в регионе, восстановлении освобожденных территорий. Однако наследство почти 30-летней армянской оккупации и постоянно дает о себе знать. Одна из важнейших задач, которую необходимо решить сегодня, это разминирование Карабаха. В период с 10 ноября 2020 года, после подписания трехстороннего заявления и по 1 августа 2022 года, в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 102 человека. 32 лица стали жертвами, 70 получили ранения. Процесс разминирования идет стремительными темпами. Преодолеть последствия войны на протяжении не одного десятилетия пытается и Вьетнам. Эта страна приняла множество мер по обезвреживанию бомб, мин и взрывчатых веществ. Международные доноры и неправительственные организации также помогли Вьетнаму в процессе разминирования территорий. Съемочная группа CBC во главе с автором фильма Анастасией Лавриной отправились во Вьетнам для съемок документальной картины об обмене опыта по разминированию с Вьетнамом. Моя коллега Анастасия Лаврина прямо сейчас с нами в прямом эфире. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Эльнара. Приветствую вас из Вьетнама. Расскажите, как проходят съемки. Съемки проходят очень насыщенно и интересно. Мы уже почти пять дней находимся во Вьетнаме. И буквально где-то час назад приземлились, прилетели обратно из провинции Куанг-Чи. Именно провинция Куанг-Чи более всего подверглась бомбардировкам. И была заминирована в период войны. И с 1975 года там проходит активная фаза разминирования. До этого у нас съемки были в Ханое, в столице Вьетнама. И с нами своим опытом поделились несколько участников команд разминирования. Что здесь действительно интересно, это то, что в процессе разминирования участвуют как мужчины, так и женщины. Действуют специальные женские отряды. И особенно нас поразило именно то, что все они с гордостью рассказывают, насколько плодотворно проходит процесс разминирования. Но несмотря на то, что прошло уже почти пять десятилетий после окончания войны в 1975 году, процесс еще проходит в самую активную стадию. При этом нам также стало известно, что в провинции Куанг-Чи есть специальный план действий, который подразумевает, что с 2016 до 2025 года они изначально планировали очистить всю провинцию от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Но понимая, что на сегодняшний день провинция очищена только на 28%, они решили принять новую фазу действий, которая заключается в том, что до 2025 года они определяют для себя наиболее приоритетные районы, установят, где первоначально и приостепенно необходимо произвести разминирование. И, разумеется, уже будут точно знать, где именно когда-то были, куда были сброшены, где на сегодняшний день находятся неразорвавшиеся боеприпасы. Таким образом, сотрудничество у них между собой также очень хорошо налажено. Правительство, армия, гражданские лица, они очень активно друг с другом взаимодействуют. И, допустим, если изначально население обучается, проводятся очень активные курсы, как нужно, необходимо распознавать мины или неразорвавшиеся боеприпасы и моментально сигнализируют специальную службу, которая направит отряд по разминированию и уничтожению нашедших снарядов. И они сами гордятся тем, что если 10 лет назад у них была статистика, когда за год погибало от мин и неразорвавшихся боеприпасов около 100 человек в год, то на сегодняшний день эта статистика приближается практически к нулю. Поэтому именно информирование, распространение информации и обучение населения о том, как именно необходимо распознавать неразорвавшиеся боеприпасы и тут же сигнализировать, это у них такой вот главный козырь, которым они активно делятся, рассказывают и желают Азербайджану, чтобы мы также поскорее преодолели эту проблему. Но на мой взгляд, что еще очень важно, несмотря на то, что наши страны находятся далеко друг от друга, здесь, во Вьетнаме, очень хорошо знают Азербайджан и помнят о поддержке советского Азербайджана, которая была оказана в период, когда Вьетнам сам только восстанавливался после войны, когда из Азербайджана направлялись очень много специалистов, особенно в энергетической сфере, когда очень много из Вьетнама студентов приезжало в Азербайджан. У нас предстоит несколько встреч даже с теми, кто когда-то учился в Баку, и до сих пор они помнят и говорят, что мы миролюбивая страна, мы желаем Азербайджану также мира и просветания, и чтобы как можно скорее вы также справились с проблемой мин и не разорвавшихся боеприпасов. Поэтому я уверена, что фильм будет очень насыщенным. А вот имеются ли какие-то планы об обмене опыта по вопросам разминирования? Есть ли, может быть, какие-то программы они озвучивали? На сегодняшний день многие иностранные специалисты также приезжают по Вьетнам, чтобы поделиться опытом с Вьетнамом, а сам Вьетнам пока на сегодняшний день делится своим опытом только с Камбоджией. Отсюда, скажем, команды, которые активно уже давно занимаются процессом разминирования, они едут в Камбоджу и там проводят специальные тренинги. До сегодняшнего дня они не проводили активные политики, чтобы делиться опытом, но они сами отмечают, что не исключается возможность оказания поддержки Азербайджану, если это будет, разумеется, согласовано, если к такому решению они придут. Потому что, как я уже сказала до этого, они считают, что процесс разминирования и второй важный момент, который объединяет наши страны, это экономическое развитие региона уже в поствоенный период. Это две такие активные фазы, которые в какой-то мере схожи даже между нашими странами. Вот буквально на секунду отойду от темы, в провинции, куда мы поехали, нас отвезли на кофейные плантации, и на этой плантации работа ведется на сегодняшний день в три этапа. Первый – это поиск неразорвавшихся боеприпасов и мин, второй – их немедленное уничтожение, и третий – уже со стороны правительства моментальное экономическое развитие, развитие возобновляемых источников энергии. Это все то, чем сегодня Азербайджан также занимается в освобожденном Карабахе, в Восточном Зангизуре, и я уверена, что между нашими странами есть большой потенциал обмена опыта и, возможно, даже дальнейшего сотрудничества. Ну что ж, Анастасия, спасибо большое. Мы будем ждать с нетерпением премьеру вашего документального фильма. Спасибо большое, Эльнар. О съемках документального фильма об обмене опыта по разминированию с Вьетнамом рассказала моя коллега, автор фильма Анастасия Лаврина. Продолжение следует...